Нешуточные страсти разгорелись вокруг Миры Андреевой после ее выступления на Олимпиаде в Париже. Юная спортсменка получила не только поздравления с Олимпийским серебром, но и море оскорблений. Что об этом говорят красноярские спортсмены и болельщики, расскажет Ксения Гречихина. Не было там российских спортсменов. Действительно, чью честь они там защищали? Согласно с комментариями, она поехала от своего имени и пусть ее поздравляют мама с папой. Предателей поздравлять собрались. Вы за кого вообще? Таким потоком негатива некоторые красноярцы отреагировали на пост с поздравлениями Мира Андреева от губернатора Красноярского края. Сейчас в социальных сетях Михаила Кутюкова под фотографиями юной спортсменки уже около тысячи комментариев. И, увы, не все из них положительные. Как и другие российские спортсмены, Мира Андреева выступала под нейтральным флагом. Поэтому не все испытали гордость за теннисистку. Хотя сама Мира Андреева любит Красноярск. Здесь живут ее родные, она приезжает в родной город каждый год. И губернатор края отметил, что Мира всегда с теплом отзывается о малой родине. Именно здесь она начала заниматься теннисом. Среди российских спортсменов это первая медаль. Жду ее приезда в Красноярск, чтобы поздравить лично. Были в комментариях и те, кто заступился за Миру и радовался ее медали. Спортсменку поддерживали, писали приятные слова и защищали от злостных комментаторов. Один из них известный красноялец Владимир Владимиров. Он не раз ездил на Олимпиады и поддерживал наших спортсменов. Поэтому и сейчас не мог остаться в стороне. Девчонкам на Россию обидно. Потому что они не сами принимали решение оказаться в этой сборной без флага. Можно сказать, без родины. Но оскорблять спортсменов, обзывать себя неправильно. Спортсменов, которые тренировались всю свою жизнь, можно сказать, с детства. Пришли к каким-то серьезным результатам, достижениям. А тут раз такая ситуация. Поддержали теннисистку и наши олимпийские призеры. Мы с ней тренировались на острове отдыха. И она говорила, я тоже мечтаю попасть на эти олимпийские игры. И как, понимаете, вся эта ситуация может просто ее мечту взять и прервать. Николай Алюнин участвовал в двух олимпийских играх. Одни из них тоже были под нейтральным флагом. По его словам, Олимпиада – главное соревнование в жизни любого спортсмена. Мы думали только просто о спорте. О тренировках, о спорте. И что должен всегда думать нормальный обычный спортсмен. Но у него не должна быть забита голова какими-то другими посторонними политическими вещами. Ехать, не ехать. Спортсмен утром пришел в зал, вечером ушел. Сегодня у него задача отобраться, победить. Все остальное – это лишняя шелуха, которая просто ему мешает достичь высоких результатов. Хочется верить, что весь этот поток негатива не сломит молодую спортсменку, и она добьется еще множества побед. Ксения Гречихина, Павел Иваницкий, 7 канал.